Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Антея, опускающая Данте и Вергилия в последний Крукадо Художник Уильям Блейб, 1821-1827 год Художник умер, оставив незавершенными несколько художественных замыслов В том числе и серию иллюстраций божественной комедии Данте Для которых характерна философская аллегория Ну а Данте известен как автор божественной комедии Эпической поэмы, описывающей судьбу людей на земле и в загромном мире Поэма состоит из трех частей Ад, Чистилище и Рай По сюжету древний римский поэт Вергилий проводит автора через Ад и Чистилище А Беатричи ведет его через Рай В ходе этого путешествия читатель вместе с автором опускается через 24 круга Ада Восходит на две террасы и семь карнизов горы Чистилища в Рай на земле И наконец поднимается выше планет и звезд Бога Акварель иллюстрирует стихи главы 31 Ада Где Данте и Вергилий приближаются к последнему кругу Ада, месту пребывания титанов Восстание которых против Юпитера представляет грех гордыни В отличие от своих братьев, титан Анте не участвовал в этом мятеже Он был непобедим, пока соприкасался со своей матерью и землей Но Геракл сумел одержать над ним победу, оторвав от земли и задушив своих объятий На представленной картине Анте осторожно опускает двух поэтов на край пропасти Его огромные формы подчеркиваются несопоставимостью размеров фигур и причудливостью позы титана Ну вот такое описание нашел в интернете Картины Анте, опускающей Данте и Вергилий в последний круг Ада у Уильяма Блейка Написано в 1821-1827 годах Пока-пока, до свидания, всего хорошего